шалом дорогие друзья здравствуйте итак ну давайте сначала два слова месяцев которые мы вступили это месяц и яр это написано что это второй месяц и месяц зив это сияние в нем все расцветает меня в яре выпадал ман в яре что еще удостоились колодца мирьям и в яре была вот эта великая война между амалеком и израилем но самое для нас сегодня главное что в еврейских книгах в книгах кабалы описывается что в месяце яр все болезни легче поддаются излечению чем другие месяцы года так как именно в яре выпадал ман названный хлебом сильным и он не вызывал никаких болезней и поэтому вот это духовное свойство месяца осталось с тех пор намек на свойства этого месяца кстати содержится в своем самом названии буквы которого соответствует аббревиатуре я господь излечивающий тебя так смеяром два слова сказали знаете вот многие не понимают почему сегодня надо читать такие вещи думать такие вещи как и идолы там какие-то нету идолы смотри вот все в порядке тут у меня тот там там телевизор там космос там хоккей там какой идол вот но вот если кто смотрится вот этот кусочек который говорил авито написано не обращайся к идолам элилим башкам и богов элаэй литых себе не делай что значит никто не задумался не обращайся к идолам и башков себе не делаешь о чем разговор раша объяснил очень интересную вещь элилим это слово аль да ничто несуществующее как счета пустота да а богов элаэй да литых не делает они сначала вот становятся как бы башками да ты к ней обращаешься да меня это не приличает да меня это не затянет меня это а потом потихонечку потихонечку смотришь они уже пуп поднялись был такой рабейный рухам из мира он сказал что раша открыл здесь нам основу человеческой души здесь надо здесь описывается великая тайна что вот тора вот вот эта духовность которая пронизывает мир она питает реально нас на уподоблено в воде хлебу меду там чему хочешь да это не просто эпитеты это то что нам раскрывается то чего мы не видим потому что у нас есть душа она тоже питается этим всем мало того тело оно временное его питание так сказать тоже а это постоянное да поэтому вот что происходит как бы сказать вот есть вещи которые а понятные важные а есть то что второстепенно но как бы в этом светит все меняется да вот существует нет почему потому что существует воображение разум бы он все объяснял а тут тебе нарисовал на понапридумывал и вот написано что вот это воображение пустоты щиты вводит нас в заблуждение и в потемках тени предстают реальность и человеку дано возможность сделать эти тени центром своего существования и людей вот как бы оживляют их своим свои свои у нас жизнь наша реальная а увещения то мы вот объединяемся каким-то башком о чем тут я знаю я знаю спорт берите да в качестве наглядного пособия вначале это было здоровье забота укрепления организма там это от сегодня спорт является смыслом жизни для миллионов поглощает миллиарды кормит там толпы людей все люди истребляют время смотрят без конца это не знаю там хоккей футбол там что-нибудь но вопрос то не смотрите на здоровье но вопрос в другом вот эти прикованные страстью к экрану да зачем что выиграет хоть один человек на земле то что мяч окажется в корзине или не окажется там люди кончают с собой когда команда проиграла вдумайте в чем счастье когда команда вышла в полуфинал в чем это такое мир да в чем счастье этого этого башка спорта когда умеющий бить по мячу получает больше чем который может спасти миллионы жизни там профессор я знаю что то что случилось это же игра все-таки но таков процесс сначала или лим вот эти башки а под нас от слова ничто да а потом за ними идешь делаешь их богами спорт это просто так пример есть мода там одежда с становится целью да и ими люди с ума сходят там тратят что чтобы пойти за почему почему там хочу пьер там шмерден там ну почему можно привести другие примеры кто-то делает идолом работу кто-то хобби какое-то на ему заменяет весь мир уже мира нету посмотрите на мир на свой мир где живете другой свет здесь светит совсем не этот надо в реальный мир переходить перед нами суббота есть очень интересная вещь хотя в субботу ман не выпадал но высших мирах он возникал именно в субботу а в течение шести дней материализовываться поэтому если чек проводит хорошо выделяет какое-то время субботи выделяет из ней тогда его тот ман что она для нас должен он спустится а мы думаем наоборот вот шесть дней будут трудиться седьмой отдыхать не так еще одно написано что душа душа дополнительная душа опускается для человека в шаббат но она не приходит в шаббат если нет готовности от человека в каббалистической книге решет хохма написано что шесть будних дней человек должен исправлять свои дела чтобы хоть как-то приходит душа ну что он за шесть дней чуть лучше стал тогда прихожу к нему поэтому сегодня уже готовимся и получим душу брахава а слаха самого лучшего